Всем доброго дня, это Гелиосар и всеобщая история средних веков, в двух словах, на пальцах. Что ж, параграф 4 и феодальная раздробленность в Западной Европе в 9-11 веках. Дело в том, что после того, как Хлодвиг, король франков, начал, потом Карл и все прочие правители этой территории, они раздавали своим приближенным, различным рыцарям, они раздавали землю вместе с крестьянами, которые жили на этой земле, так появлялись феоды. Эти самые рыцари и дворяне, различные герцоги, графы, виконты, бароны, они становились феодалами, то есть землевладельцами. У рыцарей было мало земли, у всяких герцогов и прочих графов земли, конечно, было гораздо больше. И была такая одна особенность. Дело в том, что король не имел большой власти. Из-за этого вот эти самые феодалы, они могли просто воевать между собой, потому что у каждого из них, в принципе, был свой отряд. Пусть небольшой отряд, но это был его собственный отряд военный. То есть это был отряд воинов, который служил конкретному графу, барону, виконту. И таким образом они часто воевали между собой. Кто-то там, один барон обидел какого-нибудь графа, и они начали там между собой с отрядами ходить. Причем страдали от этого вовсе не столько сам барон или там сам феодал, сколько страдали от этого крестьяне. Потому что сжигались поля, сжигались сады, сжигались деревни, в то время как сами феодалы жили в защищенных замках. Что ты замку сделаешь? Ничего. Поэтому грабили именно обычных крестьян. Воевали вот эти самые феодалы, а страдали от этого крестьяне. Вот такое вот было достаточно неприятное время. Это было время феодальной раздробленности, когда королевская власть была очень слабой, и было достаточно много всяких междоусобных войн. У каждого крупного феодала были свои подчиненные. То есть если спускаться сверху вниз, то как бы наверху был король. Но на самом деле был блок таких крупных феодалов, герцогов, графов, в их числе был и сам король. И уже у вот этих герцогов и графов у них были свои подчиненные. Различные виконты, маркизы и бароны становились подчиненными. То есть эти вот виконты, маркизы и бароны, они уже подчинялись именно герцогам и графам, то есть крупным. А у баронов, маркизов и виконтов у них были свои подчиненные, чаще всего обычные рыцари. Естественно, что если у больших герцогов и графов у них было много земли, по несколько городов, по несколько провинций полноценных в стране, то у виконтов, баронов, маркизов у них, конечно, было уже меньше. У них в лучшем случае там один какой-нибудь небольшой городишко, а то и там просто с полсотни деревушек. И все. А у рыцарей, которые были в самом низу, самыми мелкими феодалами, у них вообще было совсем немного. Там в лучшем случае одна-две деревни. При этом, бывает еще одна очень интересная вещь, которая называлась вассалитетом. Нередко вот эти самые подчиненные, они назывались вассалами, то есть подчиненными. А те, кто ими управлял, они были сеньорами, то есть старшими. Так вот, если у, например, герцога был подчиненный какой-то маркиз, а у этого маркиза был подчиненный какой-нибудь рыцарь, то интересная особенность. Казалось бы, герцог, он является начальником маркиза, то он, соответственно, является начальником и рыцаря. Так вот, ничего подобного. При вот этой системе вассалов рыцарь не является подчиненным герцога. Он, вот его начальнику этого рыцаря, только вот этот самый маркиз. Все. А герцог, он не начальник, он просто так, просто большой, богатый человек. И все. То есть отдавать приказы мог только маркиз. Несмотря на то, что герцог мог отдавать приказы маркизу, командовать рыцарем маркиза, он не мог. Вот такая вот интересная была особенность. Существовала такая вполне определенная феодальная лестница, как ее называли, о которой вот я описал, что наверху вроде как стоял король, но на самом деле король был всего лишь первым среди равных. То есть его титул был всего лишь чуть старше, чем у остальных. И у короля было право суда. То есть король был судьей между крупными феодалами. Вот это отличало короля. И все. Во всем остальном король был точно таким же феодалом, как и герцоги и графы. Точно таким же. Например, во Франции у короля были крупные земельные владения с городами Париж и Орлеан. Вот так вот. Поэтому сказать, что как-то они особенно там, этот король отличался, было нельзя. То есть королевская власть была очень слабая. Из-за того, что у короля было всего два пусть и крупных территории земли, но все равно их было всего две, то и большой армии он собрать не мог. Остальные феодалы имели порой армии больше, чем у самого короля. Поэтому как король будет приказывать всем остальным, если у него нет армии? Вот поэтому, собственно говоря, никто и не приказывал. И была вот такая вот феодальная раздробленность. Потому что королевская власть была очень слабой. Из-за этого постепенно произошла во Франции смена, очередная смена династии. Сначала были мировинги. Потом пришли королинги. Ну а вот после этого уже появилась так называемая династия капитингов. Первым королем из этой династии, который сменил вот этих вот самых королингов, был Гуга Капет. Капет это капюшон. Вот этот самый Гуга, он очень любил капюшоны. Он их все время носил. Вот из-за этого получил прозвище и целую фамилию. Капет. Капетинги. Такое название получила вся их династия. И они провели на троне Франции вплоть до, если не ошибаюсь, 18 века. То есть они очень долго сидели. Почти тысячу лет они провели во власти. Французское королевство состояло из 14 достаточно крупных феодальных владений. Причем здесь надо знать одну вещь, что это нынешняя Франция имеет вот такие границы. Тогдашняя Франция имела немножко другие границы. И территории, конечно, немножко по-другому здесь разделялись. При этом были, естественно, и другие страны. В том числе после, так сказать, Карла Великого, который то ли был, то ли его не было, и его кто-то придумал. Зато было известно, что в дальнейшем все-таки германское королевство возникло. Оно вполне себе успешно существовало. Но у него была одна проблема, которая сильно отличала его от Франции. В Германии была более сильная королевская власть. И причина была проста. На Германию достаточно часто нападали. Причем кто нападал? Нападали венгры. Вот страна Венгрия сейчас. И вот отсюда вот эти самые венгры периодически совершали изрядные походы, что в Италию, что в Германию. Причем совершали они эти походы настолько удачно, что пришлось очень серьезно объединяться всем феодалам Германии, чтобы просто давать отпор. Причем есть одна очень интересная вещь. Дело в том, что у нас можно вспомнить республики, вот в самой России есть республика Мордовия. Есть государство Финляндия с народом Финны. И есть государство Венгра с народом Венгрии. Так вот, дело в том, что фактически вот эти вот Мордваа, Финны и Венгры, это один народ, который был в самом начале. Их даже называют Финно-Угорская группа. Вот, то есть, Венгры, Мордваа и Финны, они фактически в некотором роде очень такие, достаточно близкие родственники. Вот такая вот очень оригинальная вещь. То есть, казалось бы, где Финляндия, где Венгрия, но и тем не менее, вот так вот. Поэтому Венгры часто ходили на эту самую Германию. И немцам, королю Германии пришлось очень основательно повоевать, прежде чем они сумели подчинить этих самых Венгров. Хотя, подчинить их в большей части сумела христианская церковь. Именно когда Венгры приняли христианство, они перестали уже ходить в такие большие походы и куда-то там в дальние места. Разгромил Венгров, сумел нанести им серьезное поражение, германский король Оттон Первый. Вот он сумел разгромить. И после этого, этот самый Оттон Первый, он сходил в поход на Рим. Но он Рим не захватывал, а он просто убедил папу провозгласить Оттона Первого новым императором Римской империи. Вот вроде был Карл, была Римская империя, и вот ее опять нету, и вот она опять воссоздается. Это несчастная Римская империя. Только теперь она называлась Священной Римской империей. И вот эта Священная Римская империя, пусть и в достаточно таком своеобразном виде, существовала достаточно долго. Несколько веков. Поэтому стоит разделять такие названия, как Римская империя и Священная Римская империя. Это разные государства, которые существовали в разное время. Вот это стоит очень хорошо запомнить. Если просто Римская империя, ну грубо говоря, она была в Италии со столицей в Риме, то Священная Римская империя это в большей степени Германия. Со столицей сначала в Ахине, потом в других городах. Но и тем не менее, Священная Римская империя это в большей степени именно Германия. И различные страны, которые подчинялись. Ну скорее феодалы, которые подчинялись. Вот так вот было. Но на самом деле даже у этого императора, у этого Тона Первого, императора Священной Римской империи, власть все-таки была достаточно слабой. Потому что опять-таки, единой армии не было, а крепости у феодалов были крайне и крайне мощными. Что ж, докажите, что каждый крупный феодал имел в своих владениях такую же власть, как и правитель государства. Почему это было возможно? Дело в том, что короли были просто очень слабыми, у них не было своих армий, и они не могли заставить других феодалов выполнять какие-то единые королевские законы. Поэтому каждый феодал на своих землях мог устанавливать те законы, которые он сам хотел. Что, собственно говоря, эти феодалы и делали. В каком виде проявлялась слабость королевской власти во Франции 9-11 веков? Ну, в том, что король, не имея армии, он не мог заставлять других феодалов выполнять свою волю, свои приказы. И, естественно, что не было единых законов, не было единых налогов. То есть, каждый феодал собирал налоги только для самого себя. И королю ничего там никто не платил. Ну, или в лучшем случае, буквально пару монет отдавали в год. Хотя сами имели тысячи этих монет. То есть, это был такой чисто символический жест. Вот потому и было. Как образовалась Священная Римская империя? Во второй раз? Ну, Оттон I, одержав победу над венграми, которых еще могли называть мадьярами, да и иногда сейчас называют второе такое название у венгров, одержав победу, он съездил в Рим вместе с своей армией. И Папа Римский короновал этого императора Оттона I императором воссозданной Римской империи, которую стали называть Священной Римской империей. Ну, Священной Римской империей Германской нации. Вот такое название она получила. Объясните, почему германские императоры стремились короноваться именно в Риме? Ну, потому что Рим был все-таки вечным городом. Все-таки именно в Риме, Рим был столицей основной Римской империи, и в Риме находился Папа Римский, то есть глава всей христианской церкви. И именно он фактически и имел право короновать, только потому что выше него, ну, просто никого не было. А христианская церковь, она все-таки была распространена на огромных территориях, и если Папа Римский говорил, что я признаю этого человека правителем, то все. Если Папа Римский признал, все остальные тоже признали. Вот так вот. Сколько лет в Европе не было ни одной империи между распадом империи Карла Великого и провозглашением Аттона Первого? Да прошло примерно сто с мелочью лет, собственно говоря. Да, чуть, примерно сто лет. Если король при феодальной раздробности считался лишь первым среди равных, то почему вообще сохранилась королевская власть? Ну, во-первых, потому что как бы должен был оставаться какой-то глава государства. Во-вторых, кто-то должен был быть судьей в спорах между большими феодалами. Потому что выяснять все только военной силой было нельзя. Иногда надо было и обращаться просто к какому-то независимому судье. Вот король и был таким независимым судьей. К тому же, если нападали какие-то уж совсем большие внешние враги, именно король созывал всех феодалов и объединял их на борьбу с врагом. Мог ли один рыцарь быть подчиненным вассалам нескольких сеньоров? Нет. Ну, во всяком случае, официально нет. Неофициально, конечно, там много чего могло быть. Почему? Ну, потому что вообще-то, когда рыцарь или какой-то аристократ, имеющий там титул, как бы барон, маркиз или виконт, когда они решали стать вассалами, то есть они приносили вассальную клятву. То есть они клялись служить своему сеньору, защищать его, помогать ему, приходить ему на помощь и все прочее. То есть давалась клятва. Причем клятва давалась в присутствии священника. И как бы эта клятва считалась священной. Как можно было ее нарушить? В законах Германии было сказано, что сеньор не может отнять у вассала его землю, фиот, без вины. А только если вассал нарушит свои обязанности. Какую роль сыграл этот закон в организации средневекового общества? Дело в том, что постепенно забрать фиот стало просто невозможно. Потому что даже если и были какие-то обвинения, у каждого феодала была своя сила, свои какие-то отряды. И самое главное, были укрепленные крепости, замки. И вести осаду замка, взять штурмом замок, было вообще почти невозможно. Поэтому приходилось вести долгую осаду. А осаду можно было вести очень долго. Из-за этого феодалы становились практически вообще самовластными владельцами, даже небольшими. Было ли включение крестьян в феодальную лестницу? Нет, не было. Потому что они, да кому они вообще были нужны, они никого не волновали. У кого сила, тот и управлял. Хотя иногда, конечно, бывали восстания крестьян. Но никакого успеха они не имели. Вот, собственно говоря, так вот.